Здравствуйте! В эфире прямой разговор и речь пойдет о вывозе мусора, точнее правилах, которые обязаны соблюдать все, но, к сожалению, происходит большое количество нарушений. Мой гость, заместитель директор комбината благоустройства Олег Киселев. Олег Всеволодович, здравствуйте! День добрый! Давайте начнем с темы строительного мусора и вывоза строительного мусора. Но прежде чем мы расскажем о правилах, давайте все-таки разграничим. Вот строительный мусор и крупногабаритный мусор, что есть что? Крупногабаритный мусор — это отходы, которые образовываются при жизнедеятельности человека. Соответственно, это старая мебель, это старая бытовая техника, это кресла, диваны, подушки, матрасы. Это отходы, которые не образуются при строительстве и реконструкции помещений живых. Вот ветхий дом после сноса — это что? Это строительный мусор? Это строительные отходы. Так. А кто и как вообще должен вывозить строительные отходы? И куда? Строительные отходы вывозят специализированные организации, у которых есть лицензия на транспортировку строительных отходов и специализированная техника. Вывозится все это на объекты переработки строительных отходов. Как связаться с этой специализированной организацией? Ну вот условно, я житель многоквартирного дома, делаю перепланировку квартире, так? Чтобы вывести там ненужную стену, разрушенную, к кому я должна обратиться? Можно обратиться в отдел экологии администрации. Они подскажут добросовестных возщиков, которые работают на территории городского округа Серпухов, у которых прозрачные цепочки утилизации этих отходов и которые, соответственно, не сваливают в леса и поля эти отходы. Прозрачная цепочка — это что? Прозрачная цепочка — это утилизация строительных отходов согласно законодательству, соответственно, на специализированные объекты размещения этих строительных отходов. То есть я могу запросить эти документы у водителя больше груза, который приедет забирать у меня отходы? Конечно. У него должен быть путевой лист, у него должен быть оформлен электронный талон на перемещение этих строительных отходов, в котором будет указано место, откуда он их забрал и куда он их привез. А как формируется стоимость? Каждый перевозчик назначает свою стоимость? Это коммерческая услуга, соответственно, там нет четкой тарификации, все обсуждается индивидуально с каждым клиентом. Но мы видели, что на контейнерных площадках, на квартирах и домах появились объявления по поводу строительного мусора. Это вот работа как раз отдела экологии? Да, это работа отдела экологии. Алексей Володович, вот несанкционированные свалки мы понимаем, что это нарушение правил утилизации отходов. Но какие еще вообще нарушения выявляются в сфере обращения с отходами? В основном это основное нарушение. А если строительные отходы появляются просто на контейнерной площадке, кто несет ответственность? Несет ответственность балансодержателя этой контейнерной площадки, то есть это либо администрация, либо управляющая компания. Соответственно, она за дополнительные средства утилизирует эти отходы, которые не входят в тариф на твердые коммунальные отходы. Вообще ликвидация несанкционированных свалок, чья зона ответственности? Ликвидация несанкционированных свалок – это ответственность администрации городского округа серпухов, на которые ежегодно тратятся огромные деньги, которые можно было бы потратить, к примеру, на дороги, на детские площадки, на организацию досугового развлечения для детей. Но в силу того, что очень большое количество нарушений, соответственно, городской округ несет огромные убытки сайта. В этом году ловили нарушителей? Конечно. У нас непрерывно идет работа по выявлению несанкционированных сбросов. В данный момент на территории городского округа серпухов установлены 92 камеры безопасного региона, которые располагаются на контейнерных площадках. В ежедневном режиме сотрудники администрации выявляют нарушителей, передают данные в Министерство чистоты Московской области, которые привлекают нарушителей к ответственности за несанкционированные сбросы. Также на территории городского округа серпухов проходят выездные проверки, соответственно, останавливают автотранспорт, в котором загружены строительные отходы. И как раз проверяют уже наличие электронного талона, откуда этот мусор был загружен и куда этот мусор ведется. Вот в этих случаях больше нарушителей у нас или все-таки добросовестных? В этом случае выявляются, конечно, нарушения, но они не носят массовый характер. А кого наказывают? Перевозчика или человека, который доверил, так сказать, передал свой мусор недобросовестным компаниям? Наказывают перевозчика. Хотя, по идее, я должна была проверить перевозчика и так далее. Наказывают собственника автотранспортного средства, которые осуществляют перевозку этих строительных отходов. Какие на сегодня штрафы? За несанкционированное размещение строительных отходов на контейнерной площадке муниципальной, либо на муниципальной земле, то есть в полях, в лесах от 20 до 30 тысяч это физлица и до 300 тысяч это юридические лица. Если обнаруживается свалка в поле или в лесу, каким образом понять, кто вообще привез и вывалил всю эту гору? То есть нужно порыться в мусоре? Есть два пути. Первый путь мы смотрим, опять же, камеры безопасного региона, которые установлены на улицах. Если есть возможность в потоке найти машины, которые организовали этот сброс, то, соответственно, собираются материалы и опять же передаются в Министерство чистоты. Если не получается по камерам определить автотранспортное средство, которое осуществило сброс, то были прецеденты, когда мы находили отчетную документацию, чеки, соответственно, приходили к товарищам, к людям, чей этот мусор, они подтверждали, что этот мусор, и перевозчика привлекали к ответственности. У нас на территории городского округа огромное количество СНТ. Вот как там организован вывоз мусора? У всех СНТ, находящихся на территории городского округа Серпухов, есть договора на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором. Большая часть из этих договоров заключена по нормативам образования. Часть СНТ прикреплена к муниципальным контейнерным площадкам, на которые выставлена дополнительная тара под эти СНТ. Но, к сожалению, часть СНТ имеет договора с признаками эффективности этих договоров. Председатели экономят денежные средства, вывозят отходы ТКО не по нормативу, а, как они считают, по факту накопления, делая заявки на вывоз отходов с своих контейнерных площадок. И этот факт накопления один раз в месяц, условно, да? Бывает и реже. Есть СНТ, которые за дачный сезон могут вывезти один-два раза небольшую тару. Соответственно, жителям этих СНТ некуда кидать отходы, и они везут их на ближайшие контейнерные площадки, которые являются муниципальными. Из-за этого на них нет тары под эти СНТ, и образовываются навалы. Исправить ситуацию можно? Можно как-то заставить СНТ, чтобы они заключали реальные договоры с реальными цифрами и так далее? Ну, к сожалению, заставить мы не можем. Мы проводим разъяснительную беседу. Эта работа началась в начале года. Из 155 СНТ, имеющих признак эффективного договора на вывоз ТКО, в данный момент перезаключено 62 СНТ. В данный момент эта работа проводится. Я думаю, что в ближайшее время мы ее завершим и существенно увидим разницу на муниципальных контейнерных площадках. То есть мы идем путем разъяснений? Конечно. В ежедневном режиме проводятся встречи с председателями, сотрудниками администрации и с представителями регионального оператора. И последнее, что хотелось уточнить. Мегабак у нас по-прежнему работает и принимает отходы. Да. На территории городского округа Серпухов располагается 4 мегабака. Два из них находятся в Серпухове. Один в Пущино и один в Протвино. Туда люди могут сдать крупногабаритную мебель, пластик, картон, бумагу. В скором времени на мегабаке Екатерина Дашкова в Серпухове заработает прием отходов возмездный. То есть жители смогут сдать пластик, картон, металл, полезные фракции, которые идут на переработки и получить какие-то небольшие денежные средства. Наконец-таки. Наверное, кого-то мотивирует, что нужно заработать. Я думаю, что в течение двух недель эта система уже заработает. К нам в город зашел переработчик отходов, который нам посоветовал Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. То есть надежный? Да, надежный переработчик, который на возмездной основе будет принимать от людей вторичные ресурсы, проводить разъяснительную беседу с жителями, со школьниками, устраивать экологические акции. Соответственно, этот вопрос немного по-другому заиграет в ближайшее время. Ну что ж, очень хочется, чтобы мы все-таки выходили на более цивилизованный, современный этап обращения с отходами. Спасибо вам за сегодняшнее интервью, за все разъяснения. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»